Политтехнолог Абаз Галямов присоединяется к нашему эфиру. Абаз, рада приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Ваим. Помогите, пожалуйста, понять, какую роль сегодня в российском истеблишменте исполняет Пригожин и где террорист Гиркин в этой иерархии находится. Ну, Пригожин вообще играет крайне интересную роль. Я думаю, потом обо всех этих событиях много-много книг будет написано. Он одновременно выступает сейчас и буревестником, начинающейся, нарождающейся сейчас революционной буре в России. Предвестником, не просто предвестником, а по сути организатором этой революции. И одновременно же он исполняет роль, пытается исполнить роль главной защиты, главного спасителя, главного защитника режима от этой революции. То есть это такой одновременно, знаете, и Троцкий, и генерал Корнилов в одном лице. Вот такая вот у нас интересная диалектика. Понимаете, то есть с одной стороны он критикует режим, да, он, знаете, делает формальную оговорку, условно говоря, там, часовое выступление и скажет одну фразу там. Ну, революции нам не нужны, нам нужно просто менять вот сложившийся порядок. Но это такая вот фраза, секунду звучит. А потом на протяжении целого часа он рассказывает, какой, значит, отвратительный, мерзкий, самое главное, неисправимый режим, насколько он неэффективен, коррумпирован, чудовищно антинароден, невероятно несправедлив. И, конечно же, он создает вот ощущение, что этот строй надо ломать, режим надо ломать, и, ну, строить что-то другое, потому что это там, так больше жить нельзя, проще говоря. Вот. Мало того, что он критикует режим, создавая запрос на оппозиционность, создавая запрос на слом этого режима, он, по сути, создает модель поведения, он, по сути, сам уже начал эту революцию. Ведь революция, что такое революция? Это ведь не то, чтобы вот такая толпа матросов, бухты-барахты, там, значит, бежит и штурмует зимний дворец. Нет, это уже второй этап революции. А первый этап революции – это когда действующая власть рассыпается и становится не в состоянии сначала просто эффективно исполнять базовые функции государства, потом вообще их исполнять оказывается не в состоянии. Вот. Без этого первого этапа второго не будет. Вот. А первый этап является в значительной степени паралича государственного аппарата в результате его тотальной делегитимизации. Пригожин этим занимается. И самое главное – конкуренции внутри элитных групп за разные варианты развития, за разные командные высоты, которые, в конце концов, этот государственный аппарат и полностью парализует. Этот паралич уже налицо, когда, понимаете, для воюющей страны держать единый фронт, сохранять, в принципе, единое началие, но это базовая функция. Это не какая-то периферийная история, которой можно пренебреть. Ну, окей, там, северные народы, значит, сейчас там вымирают, потому что государство, значит, не в состоянии, там, эффективно организовать их поддержку. Да бог бы с ними, черт с ними, как говорится. Вот. Но, ну, я имею в виду с точки зрения властей. Но удерживать единый фронт от этого судьба режима зависит. А у них фронт рассыпался, у них, значит, Пригожина разбирается с Кадыровым, условно говоря, Министерство обороны, забившись в угол, испуганно глазками моргая оттуда, значит, наблюдает за этими разборками, кто будет стоять там в бахмуте, кто будет штурмовать бахмут, кто будет оттуда отступать. Вот. Кремль в этот момент глубокомысленно молчит или как там выражает озабоченность. Вот. Сам Путин в этот самый день проводит совещание с членами Совбеза, не посвященное вопросам удержания единого фронта, а вопросам проведения парада победы, значит, когда Путин... Ну, ну, короче, вот очевидно, что вот это и есть то, что называется, то, что вот Ленин называл, помните его формулу? Революция — это не только когда низы не хотят жить по-старому, это когда верхи не могут по-старому управлять. Вот это та самая история. Пригожин ее создает. И, значит, Пригожин в этом смысле является революционером. Но, с другой стороны, он как-то стабилизирует режим худо-бедно. Он хоть, я не знаю, взял он бахмут или не взял, но он хотя бы создал бы иллюзию в российском информпространстве, вот в лояльной среде иллюзию, что все-таки бахмут он взял. Хоть какой-то успех, хоть какой-то там, ну, то есть, как бы появляется у всех этих патриотов, так сказать, российских надежда, что, ну, там, российские, россияне все-таки умеют воевать. Это нельзя назвать российской армией, это частная компания. Ну, то есть, там, по крайней мере, спасает репутацию, что называется, русского оружия. То есть, совсем уже, казалось, там, руки опустились, то есть, вообще, позорище, стыдоба. Зачем вообще только эту войну начали? Как говорится, Ерема, Ерема сидел бы ты дома. А тут, ну, нет, вот тут хоть какой-то успех, да. Собственно говоря, вот это, вот в этом том, что Пригожин хоть что-то делает на фронте, чего-то каких-то успехов там добивается реальный, или там просто их демонстрирует с помощью своей медийной активности, ну, хотя бы какой-то результат приносит, да. В этом и заключается важнейшая причина его непотопляемости, почему Путин все это терпит, при том, что Пригожин, повторюсь, по сути, уже начинает революцию, то есть, он разваливает власт на иерархии. Вся авторитарная система держится на иерархиях, на, безусловно, подчинение младшего старшему. Почему в армии нельзя критиковать, значит, условно говоря, полковник не может критиковать майора в присутствии там лейтенантов, да, потому что, значит, после этого, как майор этим лейтенантом будет командовать? Ну, они будут на него с презрением смотреть, авторитета-то не будет. Вот, поэтому устав прям запрещает армейский критиковать офицеров в присутствии подчиненных. Пригожин это публично делает на всю страну. Вот, то есть, он приближает, по сути, революцию, разрушает иерархию, разрушает систему и дестабилизирует ее просто вот прям, знаете, сильнее, чем ВСУ делает это. И при этом Путин вынужден это терпеть. Почему? Потому что судьба Путина зависит от того, победит он или проиграет в этой войне. Пригожин дает надежду, что все-таки, если не полностью победим, ну, хотя бы, может, непозорно проиграем. Уже какой-то шанс. И Путин вынужден это терпеть. Есть вторая причина, почему Пригожин до сих пор на свободе. Это та же самая причина, кстати, вот вы меня про Гиркина спросили, по которой Гиркин на свободе. Режим не может себе позволить обрушить репрессии на представителей вот этого, так сказать, патриотического лагеря. Все репрессии повернуты против противников войны, против либералов, против людей, называющих Путина преступником и требующих ухода Путина. Вот. Это, так сказать, вражеский лагерь, агенты госдепа, там, пособники врага, это понятно. Вот. Но если репрессия обрушится на сторонников противоположного лагеря, то, по сути, вот как только Стрелков Гиркин или там Пригожин окажутся в соседней камере с Навальным, то сторонники этого Гиркина или там Пригожина окажутся по одну сторону баррикад со сторонниками Навального, понимаете? То есть, не бывает революции, когда оппозиционные силы не объединились бы в единый фронт, как это было в 17-м году, когда в какой-то момент большевики оказались заодно с либералами, думскими либералами, выступили единым фронтом, все эти кадеты, да, и все левые эсеры, большевики. Единый фронт против самодержавия. И этот единый фронт самодержавия свалил. То есть, когда протестное строение достигает определенного уровня, когда ощущение, что система настолько отвратительна, что главная задача ее свалить, в какой-то момент теряет значение, а куда зовет этот политик вообще, собственно, что он предлагает потом. В какой-то момент это перестает играть какую-то роль. То есть, самое важное, что он кричит «Долой Путина». Да, если «Долой Путина», то «Союзник». Вот. И, соответственно, вот как в 17-м году такая коалиция сформировалась и свалила империю, точно так же и сейчас путинский режим рухнет после того, как сформируется эта коалиция. Она не является невозможной, строго говоря. Сейчас в какой-то момент кажется, что да, это Анриэл. Но на самом деле, я не знаю, в курсе вы или нет, но протесты на Болотной площади начали русские националисты. Значит, либералы присоединились к ним потом. Да, поскольку либералов оказалось на порядок больше в целом в общей массе участников протеста, ну, этот протест выглядел в значительной степени как либеральный. Но, строго говоря, это был протест, единый такой общий протест, когда по одну сторону баррикады оказались и социалисты типа Миронова, системные социалисты, и русские националисты типа Демушкина там и так далее, и, значит, либералы там Немцов, значит, Навальный и так далее. И вот, значит, сейчас, чтобы вот этого единого фронта, создания единого фронта не допустить, нельзя обрушивать репрессии на этот лагерь патриотический. Потому что, если это сделать, то, понимаете, война уйдет, начнет уходить. Она и так уходит на задний план. Это социология, очевидно, показывает. Люди все больше обращаются к внутренним проблемам. А главная внутренняя проблема на сегодня – это репрессии в политике. Это репрессии, это подавление, окончательное уничтожение остатков демократических свобод. И такие вещи не нравятся никому, в том числе этим патриотам, строго говоря. Но пока они считают, что это вторично по отношению к войне. А вот если война зависла в окопах, условно говоря, никаких особых новостей не происходит, вот такое вот окопное противостояние, а при этом, значит, ну и, соответственно, ему уделяют люди все меньше внимания, а при этом, значит, внутри разворачиваются репрессии, вот уже и Гиркина посадили, там, условно говоря, и Пригожина. Вот. И в этот момент, значит, у людей, вот этих патриотов, там возникает ощущение, слушай, ну они действительно тут совсем уже в тиранию, в диктатуру превратились-то. Значит, получается, правильно эти либералы-то причатывают все. Вот их называют пособниками ГСГП, а вообще, ну, по сути-то, они правильные вещи говорят. Вот чего Кремль пытается избежать. Это вторая причина, почему Пригожин, как и Гиркин, до сих пор на свободе. Ну, то есть, очевидно, это ситуация, ситуация, которая пока контролируемая самим Путиным, и он понимает, что Пригожин метит на его место, но пополнить список тех людей, которые случайно из окна выпали или убиты на фронте, Пригожин пока такую судьбу не может себе еще представить. То есть, он как, извините, полезный идиот. Нет, почему может? Потому что, повторюсь, он одной рукой ситуацию стабилизирует, а другой дестабилизирует. И в какой-то момент, поскольку общая логика режима, типа, давайте закручивать гайки, давайте их добить всех. Вот, она в ту сторону. Ну, они в какой-то момент это, скорее всего, сделают. И с Пригожиным, и с Гиркиным. И вот, и это станет, так сказать, следующим этапом на пути приближения к революции. То есть, нет, Пригожин ни в коем случае от этого не застрахован. Потому что, повторюсь, объективно он разрушает режим, он делает революцию. И, конечно, Путину это вредит. И потом, и в какой-то момент Путин, значит... Ну, условно говоря, вот сейчас шайку там армия продемонстрирует какой-то успех там, да? И у Путина появится надежда, что можно и без Пригожина воевать. Понимаете? Вот, например, сейчас Пригожин отвел свои войска из Бахмута. Месяц там не воюет, а армия держится. Там фронт не рухнул, Бахмут не отдали. Да, и в этот момент... А если Пригожин продолжает при этом критиковать, то есть в этот конкретный момент времени зависимость от него на фронте, так сказать, не такая сильная, как когда он Бахмут штурмовал. Вот. А придаст только же или даже еще больше. Все, вот в этот момент вполне может это и случиться. Аббас, если российские власти сегодня прилагают значительные усилия для того, чтобы у народа было такое серьезное ощущение того, что война, если и происходит, то где-то очень далеко. В последнее время произошли определенные события, которые дали как минимум почву усомниться в том, что война уж очень далеко. Может, она совсем близко. События в Белгородской области. Как они повлияли на ситуацию? Ну, конечно, это очень яркая доказательство того, что тезис Путина о том, что все идет по плану, является ложью. Ничего себе у вас план, Владимир Владимирович. Нормально так придумали. Поэтому, конечно, это дестабилизирует ситуацию, ослабляет режим. Сейчас становится возможным. Я уже не могу, например, исключать, значит, но и след за мной многие люди не могут исключать того, что вот этот сценарий с захватом какими-то русскими подразделениями, воюющими сейчас за Украину, захват какой-то территории приграничной, на ее отторжения от России, создание там, значит, какого-то, значит, режима альтернативного путинскому. Да, он поначалу будет маленький, но поскольку путинские силовики ни на что не способны, такая ООН будет постепенно расширяться, он будет захватывать там село за селом, город за городом, и появится вот на территории России, что называется, Россия без Путина уже. То есть альтернативное государство, альтернативная модель. Конечно, такая история. Ну, это как, знаете, как когда-то Фидель Кастро начал поход на Гавану из, откуда-то там, с гор, значит, из джунгли, где он прятался там со своими партизанами. Или как Мао Цзэдун когда-то начинал поход на Викино, откуда-то там из глубин Маньчжурии. Такой сценарий начинает выглядеть в глазах правейшего класса, в частности, да и вообще всех избирателей страны. Ну, не таким уж фантастическим. То есть он становится все более реалистичным. И, конечно, это опять же ведет к полной деморализации режима, а деморализация ведет к параличу. В какой-то момент госаппарат просто перестает в режиме работать. в режиме «чего изволите» и начинает работать в режиме «спасайся». Кто может? Пригожин, кстати, вот, собственно говоря, эту модель и не то, что демонстрирует, он активно ее навязывает всем. То есть вот смотрите, ведите себя, как я, и будет нормально. Вас будут уважать, с вами будут, так сказать, слушаться. Вас будут слушаться, вы будете демонстрировать успех какой-то. Ну, то есть такая модель поведения в нынешних условиях, которые кажутся перспективными. Ну, многим покажется, не всем, конечно, но многим покажется перспективной. Вот. В общем, события в Белгородской области, конечно, это очень серьезный шаг к, если можно так сказать, к концу оперетки. Абазгалявов, политтехнолог, большое спасибо. Спасибо большое. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова